Это пост наука. С вами Игорь Максутов. Говорим сегодня, как я уже проанонсировал, для тех, кто слушал предыдущий час, говорить сегодня будем о ранней Вселенной, о том, из чего возникла, собственно, весь окружающий нас мир, о том, какие есть теории, и самое главное, о том, какие есть факты, которые позволяют так понимать историю возникновения нашей Вселенной, и о тех гипотезах, которые, ну вот, где-то рядом находятся, может быть, какие-то новые версии. Для этого я позвал сегодня в студию доктора физико-математических наук, академика РАН, Валерия Рубакова. Валерий, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, в общем, наверное, человек, который лучше всех, ну, по крайней мере, в России, может на эти вопросы дать ответ. Плюс семь, девять, два, пять, четыре восьмерки, девяносто четыре, восемь, это телефон для СМС, говорит МСК, Твиттер, можете прислать туда свои вопросы, ну, или на сайте, в общем, я так понимаю, что на сайте удобнее всего. Это дело-то можете прямо там на говорит.msk.ru присылать нам свои вопросы и замечания. Восемь, четыре, девять, пять, семь, три, семь, три, девяносто четыре, восемь. Это телефон прямого эфира, но это уже во второй половине передачи. Будем слушать ваши звонки. Давайте сразу начнем с того, что же такое ранняя Вселенная. Почему есть ранняя Вселенная и какая-то другая? Ну, под словом «ранняя Вселенная» понимают Вселенную, состояние которой очень сильно отличалось от того, что есть сегодня. Сегодня у нас есть галактики, есть скопление галактики, есть звезды, Земля, в конце концов. Ну, и между ними так достаточно пусто. И все это довольно холодно в среднем. Во Вселенной температура эффективная, это примерно 2,7 Кельвина. Это ниже, чем температура жидкого гелия. Значит, такая она так холодная, разреженная, ну, сравнительно пустая в среднем. Это современная Вселенная. А раньше Вселенная была совсем другая. Она была гораздо более горячей. Это мы твердо знаем, это экспериментальный существует факт. Она была очень горячей, она была... Вещество в ней было очень плотным. И, соответственно, никаких галактик там в помине не было. Все было очень однородно. Все это вещество было, ну, в нулевом приближении совсем... Везде-везде одинаковое совершенно. Никаких таких объектов типа галактики или скоплений галактики, или звезд, или планет, ничего этого не было. Была довольно плотная среда, плазма, горячая. И вот такое состояние как бы называют ранней Вселенной. Она сильно была другая в своем состоянии современной. Что она из себя представляла? Значит, вот плотная, сравнительно маленькая... Нет, что значит маленькая? Слово маленькая к Вселенной не относится. Вселенная, на самом деле, громадная. Гораздо больше, чем та часть, которую мы видим. Это, опять-таки, тоже экспериментальный факт. Поэтому она не была никакой маленькой. Она была очень большой. Но вещество в ней было очень плотное и горячее. Вот в чем разница. А когда вы говорите про экспериментальный факт, я думаю, что это нужно как-то объяснить слушателям. Что значит экспериментальный факт? Самый простой, уже давно-давно известный экспериментальный факт, с середины 50-х годов, 60-х годов известный, это то, что во Вселенной есть реликтовое излучение, так называемое. Это вот что такое, на самом деле. Мы знаем с вами, что горячие тела излучают электромагнитное излучение. Ну, если у вас лампочка накаливания, она очень горячая, она излучает свет. Если у вас чайник на плите стоит, то он тоже горячий, но он не до такой степени горячий, он излучает в инфракрасном диапазоне. Это более длинные волны. Ну и так далее. И во Вселенной была ситуация, когда вещество было очень горячим в ней, и оно точно так же излучало электромагнитное излучение. И это электромагнитное излучение дошло до наших дней. Это вот так называемое реликтовое излучение. Когда среда была в состоянии плазмы, а плазма это что такое? Это отдельный электрон, отдельные протоны. Газ это когда электроны с протонами собираются в атомы водорода. В основном во Вселенной был водород. Так вот, при очень высокой температуре, как мы знаем, это, как говорится, в земных условиях тоже известно, при очень высоких температурах атомы разваливаются на электроны и протоны. И вместо газа появляется такая среда плазма. И электромагнитное излучение очень хорошо рассеивается, поглощается, излучается вот свободными электронами, которые есть в этой плазме. То есть вот пока вещество было в плазменном состоянии, это электромагнитное излучение было, для него плазма была непрозрачна. А когда Вселенная расширилась и из-за этого остыла примерно до 3000 градусов, в это время атомы, образовались атомы водорода, вместо электронов свободных и протонов появились атомы. Атомов было мало, примерно 250 штук в кубическом сантиметре, очень разреженный такой был газ. И он был прозрачен для этого электромагнитного излучения. Оно до нас дошло с тех пор. Ну, его температура сейчас не 3000 градусов, а 2,7 градуса. Но это просто из-за того, что пространство растягивается, Вселенная расширяется, пространство растягивается. А вместе с ним растягивается и увеличивается длина волны этого излучения. Более длинное излучение соответствует более низким температурам, более низким энергиям. Вот и все. Так что это вот реликтое излучение, когда его обнаружили, стало сразу ясно, что Вселенная была горячая. До этого думали, что, может быть, она была плотная, но холодная. Нет, выяснилось, что ничего подобного. По поводу расширения этой самой горячей стадии. Значит, вот есть горячая стадия, и она обнаружена уже экспериментально, нет никаких, в общем, сомнений относительно того, что она есть. А какие теории или какие идеи есть относительно существования Вселенной до горячей стадии? Это очень хороший вопрос. На самом деле, один из наиболее, может быть, увлекательных вопросов даже не только в космологии, но и вообще в естествознании. Значит, мы твердо уверены, что была такая горячая стадия. Мы твердо уверены, что во Вселенной были температуры, так, на минуточку, 10 миллиардов градусов, это тоже экспериментальный факт. Можно порассуждать, откуда такая уверенность есть, но она есть. Но вот, нет, это, кстати, было бы интересно. Экспериментальный факт. Значит, при таких температурах происходит термоядерная реакция. Вот у нас Солнце, происходит термоядерная реакция. Ну, там температура пониже, но во Вселенной из-за того, что все-таки там другие немножко условия были, проходили термоядерные реакции. И температура примерно миллиард градусов. Значит, что такое термоядерная реакция? Это когда у вас два протона сталкиваются, образуют ядро дейтерия. Потом это ядро дейтерия сталкиваются друг с другом, образуют там тритий или ядра гелия, и в конце концов все превращается в ядра гелия во Вселенной. В звездах идут дальше эти реакции. Так вот, это была эпоха термоядерных реакций. И сколько там образовалось элементов, дейтерия, гелия-3, гелия-4, лития. И, значит, можно это делать, все предсказывать. Предсказывать на основании чего? На основании того, что мы знаем про расширение Вселенной, это общая теория относительности. Мы знаем ядерную физику хорошо, это низкие энергии. Так сказать, физика термоядерных реакций, ядерная физика, хорошо известна. Ну и там есть один-два параметра, которые мы вообще-то должны были бы определять из эксперимента во Вселенной, из наблюдений. Значит, но вот у вас есть предсказание, фактически однозначно вы предсказываете, сколько должно быть каких элементов образоваться, в конце концов, гелия, дейтерия. Ну и можно экспериментально искать, наблюдательно. Смотреть, сколько же в первичном веществе Вселенной было тех или иных элементов. Того же гелия, того же дейтерия. И сравнивать наблюдение и теорию. Ну и трогательное согласие. Это давно уже достаточно такое есть согласие между теориями и экспериментами. И поэтому нет никаких сомнений, что да, была эпоха термоядерных реакций, были температуры вплоть до 10 миллиардов Кельвина. Значит, наверное, были еще более высокие температуры, но это уже теория прямого эксперимента, который бы это подтверждал, пока нет. Но это все хорошо. Это все, наверное, так себе представляют, что была такая горячая Вселенная. А вот не все, наверное, себе представляют, что да, перед этой горячей стадей была какая-то другая. И это тоже экспериментальный факт. Значит, этот экспериментальный факт связан со свойствами, ну и реликтового излучения, и свойствами вообще неоднородности у Вселенной. Мы знаем, что есть галактики, и скопления галактик. Мы про них много чего знаем. Ну а если говорить о реликтовом излучении, то те неоднородности, которые были в ранней Вселенной, они были и тогда, конечно. Если Вселенная была бы однородная с самого начала, то никакие бы галактики образовались. Что так бы оставалось однородным, везде одинаковым. Было где-то чуть-чуть побольше, где-то чуть-чуть поменьше вещества. И это проявляется в свойствах реликтового излучения. Значит, вот то реликтовое излучение, которое приходит с небесной сферы к нам, оно, его температура чуть-чуть очень слаба, но все-таки зависит от направления. Если вы смотрите в одну сторону, оно чуть-чуть более горячее, в другую сторону на небо смотрите, чуть более холодно. Из-за чего? Из-за того, что в том направлении было побольше вещества, и оно было более горячим. А в другом направлении, наоборот, было вещество чуть поменьше, и оно было менее горячим. Это были очень слабенькие эффекты. Они были обнаружены только в начале 90-х годов. Это свежая история. Достаточно по меркам, так сказать, физики и вообще науки. 25 лет — это не так много. Значит, кстати сказать, Нобелевскую премию за дело люди получили. И вот по свойствам этого реликтового излучения, потому как оно распределено по небу, как температура распределено по небу, можно очень многое сказать о том, как были устроены неоднородности во Вселенной. Так вот, они устроены так, что мы из их свойств знаем, что они образовались еще до горячей стадии. Это, вообще говоря, очень нетривиальное знание, но сейчас нет никаких сомнений, что была стадия, на которой образовывались вот эти первичные неоднородности, из которых, в конце концов, получались галактики, скопления галактик, мы с вами. Это все произошло на очень-очень ранней стадии, которая предшествовала стадии горячего расширения. Неоднородность имеется в виду разное распределение вещества во Вселенной. Ну да, что вещество в одном месте чуть-чуть было побольше, в другом месте чуть-чуть поменьше. Вот там, где его побольше, там, в конце концов, получилась галактика. Там, где его оказалось поменьше, оттуда, наоборот, это вещество на себя галактика натянула, и там его вещества нет. Это межгалактическое пространство. Ну и, соответственно, скопление галактик, это большего размера области, где вещества чуть-чуть больше было, чем в соседних областях. А с чем связана такая неоднородность? Вот. Значит, это потрясающая вообще вещь. Это, конечно, вопрос пока. Мы знаем довольно много о свойствах этих неоднородностей, и мы можем твердо заключить, что механизмы их образования, что они образовывались на стадии, которая предшествовала горячей стадии. И можно пояснить, как. Оттуда мы это знаем. Значит, давайте будем считать, что горячая стадия была самая первая. Тогда, если мы пойдем назад в прошлое, мы упремся в большой взрыв. Значит, момент, когда сразу после которого была огромная температура, были огромные плотности вещества, Вселенная очень быстро расширялась. Такое начало как бы Вселенной. Если мы остаемся в рамках теории горячей Вселенной, думаем, что первая стадия была горячей стадией, значит, было такое начало эволюции Вселенной. Это было конечное время назад. Это было примерно 14 миллиардов лет назад. Значит, теперь представим себе, что мы испустили сигнал в момент этого большого взрыва. за конечное время он проходит конечное расстояние. Значит, ну, с учетом расширения Вселенной, к сегодняшнему дню он прошел расстояние примерно 45 миллиардов световых лет. Ну, вот за 14 миллиардов лет он пролетел, 14 миллиардов лет, да еще Вселенную растянулась. Значит, конечный размер. А к моменту, когда образовалось реликтовое излучение, освободилось и стало путешествовать, этот размер был гораздо меньше. К тому моменту этот размер был, ну, существенный здесь параметр, это, ну, масштаб, значит, это примерно, ну, скажем так, миллион световых лет тогда это было. Так вот, в это время, значит, и заметим, что сигнал его испустили, значит, это, этот размер, это максимальный размер области, которая была друг с другом причинно связана. То есть там, где, в принципе, могло происходить обмен сигналов. Правильно? Значит, если мы находимся в теории горячего большого взрыва, никаких больших масштабов расстояний быть не могло. Все было внутри, вот, как говорят, цветового конуса этого. Вся физика могла происходить только внутри цветового конуса. А мы знаем, что были неоднородности размерами больше к моменту рекомбинации. Это экспериментально установленный факт при свойствии реликтового излучения. Мы знаем, что были, значит, тогда был миллион световых лет размер этого, как говорят, горизонта, а были в десятки раз большего размера неоднородности. Они были маленькими по амплитуде, но они по размеру были гигантские. Они не могли образоваться. Они не могли образоваться, иначе это противоречило бы принципу причинности. Невозможно ничего сделать больше, чем у вас сигналами вы обмениваетесь, чем размер, на котором вы способны обменяться сигналами. То есть они образовались раньше. Ну, есть много других, но это самое такое, пожалуй, простое пояснение, откуда мы знаем, что они образовались, что на самом деле большой взрыв, это неправда. В том смысле, что горячая стадия была не первой, а до этого была другая совсем стадия. И все эти наши представления о горизонте, они на самом деле неправильны. И на той предыдущей стадии картинка была совершенно другой. Здесь нужно, мне кажется, еще раз этот момент проговорить, чтобы было понятно. Значит, есть теория большого взрыва, которая объясняется в школах, которая объясняется даже, не знаю, в популярных фильмах где угодно, которая, в общем, кажется единственной понятной теорией для объяснения возникновения Вселенной. И вы сейчас говорите, что это, в общем, какая-то неправильная история. Ну, это не то, что она совсем уж неправильная, но она неполная. То есть мы уверены, что вот эта горячая стадия, стадия горячего расширения, это была не первая стадия, и до этого была еще одна стадия. Значит, это отдельный разговор, какая-то уже скорее область, пока еще гипотез, хотя мы довольно много уже начинаем понимать про нее. А может быть, скоро будем уверены, что это такое было. Зависит от того, какие экспериментальные данные подтвердятся, какие нет. Значит, была стадия, которая отвечает за все наши неоднородности, за галактики, скопления галактик, за нас с вами. Мы все оттуда родом, из этой стадии. Там эти неоднородности образовали, ну, не сами неоднородности, а зародыши этих неоднородностей образовались. Потом прошла их эволюция, в конце концов появились галактики. И свойства вот этих всех неоднородностей, которые мы имеем во Вселенной, таковы, что они не могли образоваться на горячей стадии эволюции Вселенной. А какие есть объяснения? Какие могут быть? Ну, если даже, может, как-то так... Объяснение есть, значит, очень правдоподобно. Это так называемая космическая инфляция. Это вот что такое. Значит, на горячей стадии темп расширения Вселенной замедляется. Что, в общем, довольно понятно. Если у вас есть гравитационные взаимодействия, и у вас вещество разлетается, то эти гравитационные взаимодействия стремятся замедлить его расширение. Разлет. Значит, и так оно и есть. Это вполне соответствует решениям уравнения общей теории относительности. Значит, замедление. А на стадии инфляции, это пока еще гипотеза, но теоретически очень хорошо проработанное, надо сказать, на стадии инфляции происходит ускоренное расширение. Вселенная расширяется с ускорением. Темп расширения растет. И из-за этого все свойства другие. В частности, за очень короткой промежутке времени, из-за того, что темп расширения гигантский, да еще и он растет, значит, свет успевает пролететь громадные сигналы. Летящая световая скорость успевает пролететь громадные расстояния. За доли секунды, мельчайшие доли секунды, сигналы успевают, из-за растяжения Вселенной фактически, растянуться на огромное расстояние. И вот такое быстрое, очень эффективное, экспоненциальное, на самом деле, расширение Вселенной, это и есть космическая инфляция. Тогда совершенно другая была, другое было вещество у Вселенной. Совсем не горячее, совсем не плотное, очень однородное, но приспособлено для того, чтобы такой режим эволюции изготовить. А чего не хватает этой теории? Вы говорите, что она хорошо проработана. Она нет. Да, экспериментальных данных чуть-чуть не хватает. Значит, на этой стадии, вообще, надо сказать, тут наши соотечественники сыграли очень большую роль в становлении этой теории инфляции. Значит, ну вот, первая работа на эту тему была Муханова и Чибисова, они обнаружили, что на стадии вот такой инфляции действительно появляются, образуются, генерируются неоднородности. Те самые неоднородности, которые нам хочется иметь. В конце концов, из которых галактики получаются. Тоже очень интересно. Это не просто так себе, шутки в сторону. Значит, берутся они из вакуумных флуктуаций. Источник, первоначальный первоисточник. Вакуумные флуктуации. Вакуумные флуктуации чего? Всяких полей. Мы с вами знаем, что вакуум непростая среда. У них есть всякие флуктуации. Они оказывают влияние на наблюдаемые вещи. Это, кстати, вот мы сейчас знаем. А школьный курс как-то вакуум описывает совсем иначе. И те люди, которые дальше от школьного курса не пошли, представляют вакуум как нечто совершенно вот пустое. Ну, это неправильно. Значит, вакуум очень непрост. Там все время возникают флуктуации всяких полей. Электромагнитных, например, полей. Эти флуктуации электромагнитных полей взаимодействуют, например, с электронными ваттами. И результатом это являются наблюдаемые эффекты. Вполне измеренные. Они не очень большие по величине, но вполне хорошо измеренные, великолепно рассчитанные. Там 10 знаков после запятой лучше не бывает. И с такой же точностью проверенные. Так что вот в электродинамике то, что есть флуктуации электромагнитного поля, то, что есть флуктуации полей, которые отвечают за электроны, позитроны, это хорошо надежно установленный факт. Вообще все поля, какие есть в природе, они все флуктуюруют в вакууме. Значит, ну и вот, из вакуумных флуктуаций полей, если у вас есть быстро изменяющаяся геометрия, быстро растягивающиеся пространства, эти вакуумные флуктуации могут многократно усилиться. До такой степени, что они уже перестанут быть слабенькими и еле заметными, а станут довольно большими по амплитуде. Вот такое усиление, оно теоретически описывается хорошо, оно, скорее всего, и ответственно за то, что у нас появились неоднородности. В любом случае, то, что сегодня известно, знаем мы довольно много об этих неоднородностях, отлично укладывается в такую картину, что вот у вас был вакуум, были флуктуации всяких полей, и потом, значит, пространство быстро растягивалось, и эти вакуумные флуктуации усиливались. И усилились до такой степени, что стали вполне наблюдаемыми, и из них пообразовались галактики. Вот мы с вами, это, значит, дальние отпрыски отпрыски вакуумных флуктуаций всяких полей, которые были на этой... Правильно ли это означает, что теория инфляции и теория большого взрыва в общем несовместимы? Несовместимы, абсолютно совместимы. Значит, надо только что, надо чтобы вот эта стадия инфляции, экспоненциального быстрого расширения с ускорением, чтобы она в какой-то момент закончилась. А та энергия, а как там была гигантская плотность энергии, а эта энергия должна перейти в тепло. Ну и опять, теоретически это тоже проработанная штука. Горячая стадия. Как только вы... Конечно, как только вы энергию отдали в тепло, все, пошла горячая стадия. Так что они очень хорошо сопрягаются друг с другом. Значит, как именно произошел вот этот процесс перехода от инфляционной стадии к горячей, это опять-таки пока экспериментально неизвестно. Это очень сложно найти. Это все-таки было очень давно. Бог знает когда. Это первые доли секунды после большого взрыва. И найти проявление экспериментальное очень трудно вот этой особенно стадии. Но теоретически понятно, что это все вполне могло происходить. И теория инфляции отлично сопрягается с теорией горячего большого взрыва. Хорошо. А помимо теории... То есть вот теории инфляции, несколько раз подчеркнули, что вот она хорошо объясняет, она хорошо объясняет. Есть еще теории, которые это объясняют? Значит, есть. Вот те факты экспериментальные, которые мы с вами имеем, наблюдательные, относящиеся в первую очередь вот к этим неоднородностям, к возмущениям. Эти факты можно пытаться описывать другими гипотезами. Не обязательно инфляционные. Хотя это, надо сказать, теоретически заметно менее красиво. Но, как говорится, природа не обязана следовать нашим идеалам красоты. Поэтому вполне достойное занятие, на мой взгляд, пытаться искать альтернативные объяснения. Значит, ну, в принципе, могло быть такое, что вместо расширения с очень большой плотностью энергии, с гигантским ускорением, у Вселенной могло происходить то, что называется отскок. Что Вселенная могла стартовать, наоборот, сжимающиеся фазы, потом остановиться в своем сжатии и перейти на стадию расширения. И тогда хватает времени и возможности для того, чтобы тоже вакуумные флуктуации усилить, но уже не на стадии инфляции, вот этого быстрого экспоненциального расширения, а на стадии сжатия. Такие модели с отскоком тоже есть. Они, если постараться, тоже могут объяснить свойства первичных неоднородностей. И в этом смысле инфляция пока не остается гипотезой. Есть конкурирующая гипотеза. Менее симпатичная, но я и сам этим балуюсь, так сказать, до сих пор. Но имеющий право на существование. А как связаны вот эти теории еще с неким продолжением? Теория о ранней Вселенной и о возникновении Вселенной. Отвечает ли она как-то на вопрос о том, что будет дальше? Ну, что будет дальше... Ну, как, например, сжалось, как бы расширилось и пойдет назад. Есть идея о том, что да, что Вселенная пульсирует, что она вот сжимается, растягивается, останавливается в своем расширении, опять сжимается, и вот так вот бесконечно пульсирует. Такая гипотеза есть, как ее проверить, непонятно. Хорошо, продолжим разговор с Валерием Рубаковым о ранней Вселенной, о происхождении нашего мира. После короткого перерыва на новости никуда не переключайтесь. Снова с вами Постнаука. У микрофона Игорь Максутов. В гостях у меня академик Валерий Рубаков. Мы сегодня говорим про раннюю Вселенную для тех, кто только подключился. Говорим про космологию, про науку такую, которая объясняет устройство нашей Вселенной, откуда она возникла. Ну, в общем, теории разные перечислили, поговорили о том, какие есть экспериментальные данные для этого. Про методы хотелось бы немножко поговорить, но вот нам тут Анатолий Столиваров пишет, добрый вечер. Спросите, пожалуйста, гостя. Знает гость он про теорию Болицмановского мозга и какие статистические модели используются для моделирования процессов во Вселенной? Ну, вы знаете, это вообще очень такой спекулятивный конечно разговор, спекулятивный. Спекуляция в науке термин обозначает нечто достаточно спорное и гипотетическое в высшей степени. Ну, значит, это вот о чем речь идет. Речь идет о том, что и в теории инфляции, ну и вообще говоря, есть всякие другие подходы, можно себе представлять, представлять, что Вселенная на самом деле очень здоровая, огромного размера, гораздо-гораздо больше, чем то, что мы, в принципе, можем увидеть. И вообще свойства ее в разных местах, ну, совсем таких большого размера, но все-таки конечных, эти свойства разные. Причем разные сильно. До такой степени, что просто могут быть разные законы природы там. У нас одни законы природы где-то очень далеко, другие законы природы. В одном месте одни константы взаимодействия, одни свойства взаимодействия, в другом другие свойства взаимодействия. Тогда можно себе задавать такой вопрос. А, ну, понятно, в такой картинке, что наше с вами существование, это тоже экспериментальный факт. И находимся мы в той области во Вселенной, где есть условия для нашего существования. Так же, как мы находимся на Земле, а не в произвольном месте во Вселенной, где 2,7 Кельвина температура, там жить не очень здорово. Здесь, ну, как-то еще туда-сюда. В общем, так же и в более широком масштабе можно себе легко придумывать теории физические, в которых жизнь, ну, в том виде, в каком мы ее можем себе представить, даже очень отвлеченно, там жизнь невозможна. Там, скажем, очень быстро все вещество распадается. Распадается на кванты электромагнитного поля, на фотоны, а из фотонов ничего путного не сделаешь. Никакого ни объекта, ничего. Значит, и после этого можно задавать себе вопросы очень увлекательные, но очень сложные. Например, а находимся ли мы, известно, что мы существуем, значит, у нас подходящие условия, находимся ли мы в типичном месте во Вселенной, где есть подходящие условия для существования наблюдателей, в широком смысле слова. Так вот, это очень сложный вопрос, как вы понимаете. Что значит типичный? Тут нужны какие-то свои специальные статистические методы, которые, в общем, спорные до сих пор. Но некоторые, как говорится, ученые пытаются доказать, что мы находимся совсем даже не в типичном месте во Вселенной, а наиболее типичное место во Вселенной было бы такое, где совершенно случайным образом атомы сложились в какой-то мозг, вот его называют Больцмановский мозг. Этот Больцмановский мозг прожил бы очень короткое время, и вот это была бы типичная жизнь, типичная ситуация, когда появляются наблюдатели. Значит, все это очень спорно, все это очень увлекательно и все это очень умозрительно, потому что доказать или опровергнуть вот такого рода соображение экспериментально, я, например, не знаю как. Но, тем не менее, это все-таки так возбуждает мыслительный процесс. Да, но такая спекуляция есть, довольно любопытная при этом. Насколько вообще присутствие наблюдателя важно вот в той картине, которую мы сейчас описывали? То есть вот насколько это мешает? Есть ли вот этот момент? Нет, ну, с точки зрения мы все-таки на Вселенную в целом воздействовать не можем, и Вселенная, в общем, до лампочки. Есть мы, нету так по модулю. Существуем мы, не существуем, поэтому тот факт, что мы есть на самом деле, но он, так сказать, для далеких звезд или далеких галактик, ему, в общем-то, ничего интересного из себя не представляет. В развитии космологии какое место занимает вот такой технический прогресс? У, это фантастическое дело. Вообще, надо сказать, космология, как настоящая экспериментальная наука, где есть много данных высокого качества экспериментальных, она возникла совсем всего ничего, лет 25 назад. До этого наблюдательные данные были очень скудные, телескопы, ну, они были тогда уже достаточно приличные, но, тем не менее, они не могли проникнуть во Вселенную, во все ее уголки. Сегодня технический прогресс таков, что Вселенная, огромная часть, видим, огромный кусок видимой части Вселенной, очень детально изучен, где какая галактика расположена, известно, и расстояние до нее, и угловое положение, есть карта Вселенной, это, конечно, задача невообразимая 25 лет назад. Сегодня есть каталог, где более сотен миллион, более сотни миллионов галактик присутствуют, и до них измерено не только положение на небесной сфере, но и расстояние, гигантская часть Вселенной. И это, конечно, очень невозможно было бы не быть современных технологий получения, обработки данных. Точно так же реликтовое излучение. Сегодня мы про него знаем очень много, а еще в 90-м году все было неизвестно, насколько оно сильно, не изотроп, насколько сильно температура зависит от направления небесной сферы. Сегодня у нас есть карта, очень хорошая и качественная карта температуры электрового излучения на небесной сфере и так далее. То есть тут, конечно, технический прогресс в этом деле фантастический произошел за последние 20-25 лет, и именно благодаря ему мы уверенно себе понимаем, как Вселенная развивалась, какие у них были начальные условия и так далее. А нет такого опасения, что 25 лет действительно не такой большой срок? Не получится ли как с разными открытиями в истории науки, когда технических данных колоссально шагнули, нет никаких сомнений? Их много, но пока, например, что-то мы не можем с достаточной точностью увидеть или посчитать. Очень важная вещь на самом деле, давайте я на конкретный вопрос отвечу. Очень важная вещь это гравитационные волны. Значит, инфляция это единственная из всех гипотез, какие существуют и какие можно себе премыслить, которая предсказывает, что во Вселенной должны быть реликтовые гравитационные волны. Те же самые флуктуации гравитационного теперь уже поля, вакуумные флуктуации гравитационного поля, во время инфляции так же, как все остальные поля флуктуации, они усиливаются. И усиливаются до такой степени, что их амплитуда должна быть очень даже немаленькой. На уровне одной миллионной. Значит, вот относительное изменение расстояния благодаря этим гравитационным волнам, одна миллионная, это гигантские на самом деле амплитуды гравитационных волн. Значит, более того, предсказывает инфляция же, предсказывает, что они должны быть со всеми длинными, вплоть до максимально возможностей, вплоть до современного горизонта, вплоть до современного размера Вселенной. Должны быть все такой гравитационно-волновой шум на всех длинных волн. И это можно пытаться обнаружить, потому что гравитационные волны, они накладывают свой отпечаток на реликтовое излучение, точнее, на его поляризацию. Свет поляризованный бывает, и вот реликтовое излучение электромагнитное, оно тоже, вообще говоря, поляризованное, и особенности поляризации этого реликтового излучения, если они есть, однозначно должен вам сказать, есть ли такие реликтовые гравитационные волны. Гигантских размеров, я подчеркиваю, это масштабы миллиарда, десятки миллиардов световых лет современной длины волны. Значит, ну и вот тут, если эти реликтовые гравитационные волны будут обнаружены, все, однозначно, инфляция, все остальные гипотезы на смарку, значит, Вселенная стартовала, по крайней мере, прошла через длительный период инфляции. Значит, сейчас ситуация очень интересная, потому что буквально в марте месяца американские ученые, которые специально поставили эксперимент по измерению поляризации гравитационных волн на Южном полюсе, объявили о том, что они видят эффекты гравитационных волн поляризации резидентного излучения. Ну, шум поднялся, конечно, необычайно, сами понимаете, это открытие века, но тут надо быть осторожным, потому что это очень сложное дело, амплитуды маленькие, поляризация может иметь своими источниками, свои другие источники, например, то вещество, которое есть в нашей галактике в виде пыли, ну и в окологалактическом пространстве, оно тоже, вообще говоря, может приводить к поляризации реликтового излучения. Реликтовое излучение, рассеиваясь на этих пылинках, может приобретать поляризацию. Поэтому пока надо быть осторожным, пока говорить о том, что да, все, обнаружено поляризация электроизлучения, обнаружены электроэволюционные волны преждевременно. Поживем, увидим, но сейчас ситуация очень интересная. А в чем разница между, скажем, обнаружением Хиггсовского бозона, за которым тоже был вопрос, ну вот там есть явный скачок, ну на графике, если кто его видел, можно представить, мы показать не можем здесь, да, но после его обнаружения, ну почти сразу, довольно быстро было объявлено о том, что вот он, он все-таки найден, 99,8 процента, и в этом же году была Нобелевская премия, а тут вот нужно быть остальным. Ну, понимаете, все-таки одно дело ускорительные эксперименты, где вы контролируете ситуацию, вы знаете, что с чем сталкивается в ускорителе, протон с протоном, в данном случае, в ЦЕРНе, вы знаете свои приборы, которые регистрируют, в общем, у вас все под контролем. Здесь же вы основываетесь на наблюдениях. Наблюдения, вообще говоря, надо еще уметь интерпретировать. Вот у вас есть поляризованное реликтовое излучение. Во-первых, надо быть уверен, что это электромагнитное излучение, что это реликтовое излучение, а не какое-то другое. Та же самая пыль, она тоже излучает, она теплая, она излучает электромагнитное излучение сама по себе, и надо уметь не перепутать одно с другим. Все это вместе, вы меряете температуру, скажем, или поляризацию этого излучения, но вы не знаете, кто ее излучил-то. Вселенная на самых ранних стадиях или пылинки, где-то там не так далеко от нас. Есть синхротронное излучение, электроны, которые вращаются в магнитном поле, они тоже излучают, тоже электромагнитное излучение. Опять-таки, от него тоже надо уметь понимать, что вот то, что вы меряете, это не синхротрон. Поэтому вот так вот разделить разные источники, это уже большое искусство. Значит, ну и быть твердо уверенным, что вы обнаружили сигнал, даже если вы уверены, что это электрое излучение, но поляризация имеет своим происхождением давнюю историю и гравитационные волны, а не ближний к нам космос. Это тоже вопрос очень сложный. Поэтому когда у вас, мы не можем взять и послать, скажем, спутник далеко за пределы нашей галактики. Это было бы лучше всего. Потому что тогда наша галактика бы нам не мешала измерять электрое излучение. Поэтому ситуация, конечно, другая по сравнению с физикой частиц. Нет повторяемости. Вы не можете поставить много экспериментов и убедиться, что эксперименты будут, конечно, продолжаться и измерения будут разными приборами делаться. Не вопрос. Но все-таки ситуация, конечно, существенно другая экспериментальная. Понятно. Но скажем так, когда мы сможем сказать, что вот открытие мартовское, это вот открытие тех самых... Ну, если это действительно... Вообще сигнал, надо сказать, очень большой. Повторюсь, что которая подтверждает теорию инфляции, которая нам объясняет... Ну, то есть, которая определенно говорит, что теория инфляции верна. Ну, да. Значит, это зависит. Значит, дело в том, что вообще сигнал довольно большой оказался. Если это правильный действительно сигнал, то он большой достаточно. Если это правда, то, ну, может быть, к концу года станет более-менее понятно, что это не эффекты ближнего космоса, а эффекты действительно реликтовые. Эффекты реликтовых гравитационных волн. Значит, для этого надо подождать. Есть летает спутник. Уже отлетал, но сейчас данные обрабатываются со спутника Планк, который был запущен специально для измерения свойств реликтового излучения. Ну, и в частности довольно много нам Планк сможет сказать о том, ну, они тоже будут мерить, уже померили, но еще результатов не выдали, обрабатывают. Обработки сложные, поэтому это все очень долго длится. Обрабатывают данные по поляризации, у них будут данные по поляризации, подтвердят, не подтвердят. Ну, и кроме того, у них есть возможность отделять эффекты, в частности, пыли, о которой очень все беспокоятся, от реликтового излучения, от гравитационных волн. И такая возможность у них есть. В принципе, если действительно такой сильный сигнал от гравитационных волн реликтовых присутствует, то это станет ясно, я думаю, к концу нынешнего года. Ну, может, там, в начале следующего года. Если же сигнал все-таки в основном доминирован ближним космосом, тогда это все становится достаточно долгой перспективой, надо будет запускать новые спутники. Я хочу специально мерить поляризацию. Это все небыстрая история. Ну, в общем, тем не менее, обозримая. Поэтому... Ну, Voyager за границей же вылетел нашей системой. Не, ну, дело не в Солнечной системе. Тут Солнечная система, она ничем не лучше, чем вне Солнечной системы. Фактор, который мешает... нужно бросать намного дальше. Надо... Вообще, лучше бы всего, конечно, из галактики, чтобы спутник улетел. Но это невозможно. Это надо ждать там миллионы лет, чтобы он вылетел из галактики. Да еще оттуда поддельный сигнал прими. Нет, но нужно просто более современные приборы запускать в космос и как следует мерить поляризацию реликтового излучения. Давайте несколько звонков послушаем, а то нам люди звонят и обещал, что будут. Алло, здравствуйте, говорите в прямом эфире. Алло, добрый вечер. Спасибо за гостя. Евгений Москва обеспокоит. Хотел вот что спросить. Ну, вообще-то, я думаю, все-таки, вот как я вижу физику элементарных частиц, все-таки познание есть... Ну, знаете, соотношение, я не определялся, Гейзенберг такой, такой товарищ был, великий физик. Он даже говорил, что когда человек смотрит микроскоп на клетку, он уже воздействует на себе, на эту клетку. И мы этого не видим. Это диалектика, это все исходит из диалектики. А как принцип неопределенности Хайзенберга имеет отношение к тому, о чем мы сегодня говорим на ваш взгляд? Да напрямую, я думаю. Все-таки, есть какой-то предел познания. Мое такое мнение. Я хотел другое спросить. Вот вы говорили о электронном излучении. Все-таки, это шаг, что есть, ну, как элемент машины времени или нет? Просто в свое время я слушал лекции такого астрофизика Новикова, Игоря Дмитриевича, очень давно. И вот то, что я слежу за его работами, вот у него как бы вот как вот машина времени, это вот, ну, она как бы может быть, но опосредственно. Ну, давайте я отвечу. Значит, напрямик, конечно, то, о чем мы сегодня здесь с вами разговариваем, отношения к машине времени не имеет. Это однозначно. Значит, но в общей теории относительности, ну, нельзя исключить того, что возможны конфигурации гравитационного поля, который, это на самом деле вопрос очень такой туманный и такой спекулятивный, но тем не менее нельзя исключить пока что того, что есть конфигурации гравитационного поля, которые смахивают на машину времени. Но это к космологии не имеет никакого отношения. По крайней мере, в обозримой перспективе я не вижу, чтобы это имело какое-то отношение. Давайте еще один звонок послушаем. Алло, здравствуйте, говорите в прямом эфире. Алло, не получилось. Другой звонок. Алло. Алло. Да, говорите. Здравствуйте. Сейчас радио убавлю. Давайте, давайте. Вот такой вопрос. Вот если смотреть про большой взрыв, с чего сегодня начиналось, то, казалось бы, материя должна равномерно распространиться по пространству. Вот к вопросу о том, что неравномерно на самом деле она распространится. Вот я видел снимки из какого-то спутника, что на границах видимой вселенной обнаружили скопление материи, то есть скопление галактик. И вот такой вопрос из этого следует. А нет ли, почему вот в одном месте большое скопление галактик на границах видимой вселенной, а в другом нет? Может быть, там действительно какое-то другое гравитационное притяжение, как бы альтернативное или вторая вселенная. Такое возможно? Да, спасибо. Ну, это, собственно, о том, откуда возникают неоднородности? Ну, конечно. Значит, вот теория возникновения неоднородностей, это пока еще не окончательно подтвержденная теория, но все свойства этих неоднородностей, о которых мы знаем, они однозначно говорят нам о том, что это усиленные вакуумные флуктуации каких-то полей. Значит, там есть много интересных таких не очень тривиальных свойств этих неоднородностей, которые показывают, что вроде так должно быть. Что это за поля и как они были усилены, что за флуктуации, как они были усилены, это уже отдельный разговор, а тут могут быть разные вещи, разные гипотезы. Что касается альтернативной, ну, разных свойств Вселенной в разных местах, нет. Сегодня нету данных, которые бы свидетельствовали о том, что в видимой части Вселенной есть области, которые сильно отличаются друг от друга. Конечно, в галактике вещества больше, чем вокруг галактики. Поэтому, конечно, небольшие области, а у нас здесь на Земле вообще плотность вещества фантастически огромная. Но если взять и усреднить по достаточно большим объемам, объемы это масштаба, ну, скажем, миллиард цветовых лет. Вот в области размера миллиард цветовых лет все выглядят одинаково. Это тоже, как говорится, факт, который хорошо измерен. Ну, и кроме того, тот факт, что реликтовое излучение имеет практически одно и то же. Там очень маленькие, на самом деле, отклонения температуры реликтового излучения в зависимости от направления на небесной сфере. Примерно одна десятитысячная, одна стотысячная в относительном, в относительных единицах. Отклонение температуры к температуре отношения составляет примерно одна десятитысячная или одна стотысячная. Вот с такой точностью наша Вселенная была однородна. Мелкие неоднородности были, но их амплитуда составляла одну десятитысячную, одну стотысячную. Поэтому в видимой области Вселенной нет никаких оснований думать, что есть области, сильно отличающиеся друг от друга. Ну, еще, может быть, один звонок успеем. Алло, здравствуйте, говорите в прямом эфире. Здравствуйте, Николай из Москвы. Как вы считаете, бозон все-таки существует, вы его можете как-то вот измерить окончательно. И существуют ли гравитоны, хрононы и прочие кирпичики, из которых состоит пространство, время, и как вы считаете, основную волну кто-то запустил, чтобы все сдвинулось, все волновая структура везде. Кто-то должен волну был погнать. Существует ли творец? Спасибо. Ну, вот мы и в религиозную сторону занялись. Что касается Болзона Хиггса, то сейчас нет никаких сомнений, что он есть. Давайте я коротко буду отвечать, что такая частица существует, и свойства ее очень похожи на те, что были предсказаны. Значит, ну, точнее, с той точностью, которой они измерены, они совпадают с тем, что было предсказано. Теперь, что касается гравитонов, хрононов и всего прочего. Тут надо разделять. Значит, гравитоны это кванты гравитационного поля. Нет никаких сомнений, что они существуют. Другое дело, что гравитоны как частицы обнаружить, образовать и обнаружить, наверное, никогда не удастся. Они настолько слабо взаимодействуют с веществом, что гравитоны как не гравитационные волны, гравитационные волны, они по существу обнаружены уже. А гравитоны как вот частицы, как вот фотоны. Мы знаем, что есть электромагнитное излучение, а есть квант электромагнитного излучения, фотон. Вот гравитон в этом же смысле, как фотон, наверное, никогда не удастся, ну, никогда не говори никогда, но, по крайней мере, сейчас не видно, чтобы можно было с ним проделать такие же штуки, как с фотоном. Убедиться однозначно, что есть такая частица гравитона. Но теоретически нет ни малейших сомнений, что они должны быть. Теперь остальные, хрононы и все прочее, это гораздо-гораздо более спекулятивные вещи. Значит, и поэтому тут надо все-таки делить переменные. Это гораздо более спекулятивные вещи, и так не думается, чтобы они были сколько-нибудь вероятными. Хотя разные люди по-разному на это дело глядят. Теперь, что касается Творца. Значит, такой гипотезы не требуется. Значит, это не мое высказывание, конечно. Конечно, это цитата, я уже не помню из кого. Но гипотеза такой не требуется. Все, что мы сегодня знаем во Вселенной, мы все отлично описываем, не привлекая гипотезу Творца. Значит, а дальше каждый решает для себя. У нас остается буквально пара минут, поэтому, мне кажется, вот есть хорошая СМС, с которой можно попробовать закончить. Значит, просят, не подписались, правда, порекомендуйте книги для продвинутых дилетантов, пожалуйста. Ну вот, что касается инфляции, я не знаю, это, наверное, будет уже как бы реклама, что ли? Нет, 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 нормально. Ничего? Нет, но мы же рекомендуем академическую, ну или, не важно, научно-популярную. Что касается инфляции, вот недавно вышла книга Бориса Штерна, по-моему, она называется «Прорыв за край мира» или что-то в таком духе. На мой взгляд, очень хорошо описано и что это такое, и, значит, история, интервью с участниками этой истории там присутствует, на мой взгляд, вполне. И она читается тоже, я, так сказать, мне довелось ее прочитать, а она читается тоже очень легко. Поэтому вот, пожалуй, ближе всего к той части, о которой мы с вами говорили, про инфляцию, про самое начало эволюции Вселенной, это, пожалуй, книжка. Она совсем недавно вышла, и, ну так, я бы рекомендовал. А что еще? Ну, а вдруг люди читали уже эту одну... А что еще? Может быть, из-за... Может быть, вполне что-то студенческое или академическое? Студенческое, академическое, такого я, пожалуй... А, есть книжка вот какая. Есть книжка Зельдовича, Долгова и Сажина. Ну, она больше рассказывает про горячую стадию, но там есть и про инфляцию тоже. Тоже очень неплохая книжка, я не помню ее название, к сожалению, но по именам можно найти. Это популярная книга, значит, написанная вполне квалифицированная... Ну, Зельдович, понятно, это, как говорится, классика этой волосы. Спасибо. Да, ну, в общем, погуглите, друзья. Видите, названия здесь нет, но я думаю, что вы без труда ее найдете. Напоминаю, что в гостях у меня сегодня был Валерий Рубаков, академик Российской академии наук, доктор физико-математических наук. Можно найти лекции Валерия на сайте постнаука. Очень интересная как раз на эту самую тему. Спасибо, что пришли. Спасибо вам за интересный разговор. Спасибо вам за интерес к теме. Всем пока. Заходите на постнауку, читайте и слушайте интересные лекции. До скорых встреч.